Юбилейный пятый съезд наставников Ульяновской области прошёл на площадке Центра непрерывного повышения педагогического мастерства. Сегодня представители профессии подводят итоги года. В первую очередь говорят о важности и эффективности действующей модели передачи знаний. От более опытного и обладающего необходимыми компетенциями наставника к его преемнику. В роли последнего выступают молодые педагоги и студенты. Такая практика действует во многих структурах региона – от вузов до детских садов. Молодым педагогам, что я говорю, конечно же, нужно в первую очередь любить детей. Это самое главное в нашей профессии. Второе – нужно быть не над ребёнком, а рядом с ним. То есть делать всё вместе. Ну а дальше уже в последующей работе, конечно, мы даём советы, как нужно работать, какие использовать программы, какие использовать методики. Ну то есть подсказываем, изучаем, проводим час с наставником. Создать хорошую базу для развития новых практик в системе образования удалось в 2020 году. Тогда в Ульяновской области вступил в силу закон о статусе педагогических работников. Отдельная категория посвящена наставникам. Их в регионе уже больше полусотни. Новый статус присваивается сразу после прохождения профильной итоговой аттестации. При этом кандидат должен иметь стаж работы в общеобразовательной организации не меньше пяти лет. У нас в Ульяновской области это один из немногих регионов, где создано ядро наставничества. Этому как раз посовствовало принятие в 2020 году закона. Мы на три года опередили Российскую Федерацию. Это позволило нам саккумулировать в едином ресурсе тех лиц, тех педагогов, которые действительно умеют работать. Цели и планы на будущее обсудили на официальной части съезда. Когда год педагога и наставника передает эстафетную палочку «Году семьи». Однако, как уже успели отметить представители профессии, это никак не повлияет на их продуктивность. Над исполнением задач учителя продолжат работать в полную силу, параллельно передавая свой опыт новому поколению. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда. ТВ.